Этим летом в нескольких районах края был обнаружен сибирский шелкопряд. На следующей неделе в управлении Россельхознадзора пройдет заседание совета по вопросам малого и среднего предпринимательства. В повестке дня один вопрос об установлении карантинных фитосанитарных зон по сибирскому шелкопряду. О том, каким последствиям может привести распространение этого вредителя хвойных лесов, расскажет Милана Поварницына. Сибирский шелкопряд – один из самых опасных вредителей хвойных лесов, который широко распространен в сибирском и уральском регионах. Сами бабочки не опасны, вред деревьям наносят только гусеницы шелкопряда. Они питаются хвой, а также корой тонких побегов и шишками. Их жизненный цикл растягивается на два года. При этом часть времени они активно кормятся, а на зиму впадают в спячку. Шелкопряд опасен тем, что при сложившихся благоприятных условиях для развития и размножения данных насекомых он дает вспышки в геометрической прогрессии. Гусеницы этого насекомого объедают хвою, то есть ослабляют жизнеспособность хвойных деревьев. Впоследствии на дерево нападают, так можно сказать, вторичные вредители. Это жуки рода Манахамус. И просто вот эти леса погибают. Это страшнее, чем пожар на самом деле. Сибирский шелкопряд повреждает около 20 пород хвойных деревьев. От лиственницы до ели. Леса, которые погибли от шелкопряда, восстанавливаются не раньше, чем через 200 лет. Страшно то, что эта проблема может коснуться и нас. В последние годы этот вредитель появился в Удмуртии и Пермском крае. В 2011 году его обнаружили в Кельмесском районе Кировской области. Чтобы узнать, не появился ли и в этом году опасный для наших лесов шелкопряд, специалисты Россельхознадзора установили более тысячи феромонных ловушек. Имеется сам феромон в капсуле. Видите, возможно. И клеящий элемент, к которому, собственно говоря, насекомое прилипает, когда бабочка летит на запах феромона. Лед начинается у них в середине июля и продолжается до августа. В это время расставляются ловушки на сибирского шелкопряда, что дает нам представление, где и какая частенность насекомых в данный период имеется. Предварительную экспертизу о том, является насекомое карантинным вредителем или же просто жителем леса, дают в лаборатории Института карантина растений. Сегодня они изучают ловушки в немском районе, в которые попались имага или взрослые особи. По визуальным признакам одно имага – это имага волнянки-монашенки, а второе, сложно сказать, могут попасться сибирский шелкопряд и некарантинный сосновый шелкопряд. Проводим идентификацию по микропризнакам, отделяем часть брыжка у насекомого и переносим в чашку Петры. Первые результаты таких исследований неутешительны. Вредителя обнаружили в Немском, Кирово-Чепецком, Лузском и Подосиновском районах. Однако окончательный вердикт вынесут московские специалисты, когда проведут исследование на генетическом уровне. В настоящее время подготовлены приказы по наложению фитосанитарных зон по сибирскому шелкопряду на территории вышеперечисленных четырех районов. И готовится представление правительства Кировской области для наложения карантина. Не зря говорят, предотвратить болезнь легче, чем лечить ее. И если не будут приняты действенные меры в Кировской области, могут погибнуть вятские лица. Наше зеленое золото. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.